Сухой закон, когда в дома жителей села Журавлиха придет вода. Цена истории, сколько средств времени потребуется, чтобы восстановить знаменитый Осановский особняк. Домой в Барнаул вернулись ласточки. В Барнауле горел шинный завод. Это уже второй пожар на предприятии за месяц. Причины и последствия сотрудники МЧС крайне называют, пока не будет проведена экспертиза. Один из цехов предприятия был окутан густым черным дымом. Очевидцы на паблике Барнаул-22 высказывают свои предположения, одно из которых поджог. Почти неделю без воды остается полтысячи человек. В селе Журавлиха Первомайского района сгорел насос водонапорной башни. Вокруг Журавлихи нет водоемов. При этом в поселке централизованное водоснабжение, поэтому уличных скважин на участках тоже нет. Жители волнуются, как перенесут жару животные и растения. В магазины, рассказали селяне, воду для 500 человек просто не успевают подвозить. В сельсовете объяснили, что насосы, которые горят, к сожалению, история частая. На днях проблему обещали решить. Он старый был? Ну, конечно, там же ведь они как меняют на бэушные, бэушные насосы ставят, они, естественно, горят. А представьте, такая жара, и вот эта башня, значит, 500 человек обслуживает такой разбор воды, и они горят. И сегодня обещают привезти из резервного фонда насос. Адвокат Марии Бутина, обвиняемый в шпионаже в пользу России, заявил о невиновности девушки, сообщает Политсибру. Об этой и других новостях от сибирской медиагруппы подробнее далее в традиционном обзоре. Напомним, против жительницы Барнаула Марии Бутиной власти США выдвинули обвинение по двум пунктам. Ей инкриминируют участие в заговоре с целью введения деятельности в пользу России на территории США. Также американские спецслужбы заявляют, Бутина, будучи иностранным агентом, не зарегистрировалась в Минюстиции США. Арестовали Марию 15 июля, сообщили о задержании на следующий день. 18 июля прошел суд. Он отказал уроженке Барнаула в освобождении под залог. При этом адвокат задержанный заявил о невиновности Марии. Он утверждает, его подзащитная не пыталась повлиять или подорвать политику США, и суть обвинений попросту раздута. Между тем, если Марию признают виновной, ей может грозить до 15 лет лишения свободы. Сегодня в первом чтении рассмотрят законопроект о пенсионной реформе, информирует Рубцовск.Инфо. Известно, что с ним ознакомилась счетная палата. Она указала на его недостатки. Выяснилось, что документ не содержит расчетов, которые определяют взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и ежегодной индексацией пенсий выше уровня инфляции. Если законопроект примут в первом чтении, то еще месяц профильный комитет будет принимать к нему поправки. В Барнаульском зоопарке появился новый обитатель Малый Лори, пишут аргументы и факты на Алтае. В официальной группе в соцсетях появилось сразу два видео и несколько фотографий милого животного. Его подарили ко дню рождения Барнаульского зоопарка, который будут отмечать 5 августа. Добавим, нового обитателя зовут Буся. Он относится к отряду макроносых обезьян, которые обитают в Юго-Восточной Азии. Животные на четырех конечностях передвигаются по деревьям и обладают крепкой хваткой. Елена Макаренко, Наши новости. 15 миллионов рублей выделили власти Бийска на реставрацию Осановского особняка. Согласно контракту, реставрационные работы должны быть проведены до 1 ноября. Планируется отреставрировать кровлю, водостоки, выполнить наружную отделку, заменить окна, балконы и двери. Также ремонт проведут и внутри здания. Напомним, год назад Осановский особняк закрыли для массовых посещений. Здание построено в 1913 году по проекту известного в России томского архитектора Константина Лыгина для купца почетного гражданина Бийска Николая Осанова. Низкая заработная плата, соответственно, острый дефицит молодых и перспективных кадров. Работники культуры края за круглым столом обсудили проблемы отрасли, а их, как выяснилось, достаточно. В сельских ДК, например, некому работать. По словам начальника отдела по культуре и туризму администрации Забьяловского района, не хватает кадров. Молодежь не устраивает зарплаты на селе, поэтому, получив образование в городе, в деревню они уже не возвращаются. Еще одна проблема – плохая комплектация библиотечных фондов и недостаток музыкальных инструментов в детских школах искусств. Работники культуры еще раз сошлись во мнении, что без краевой и федеральной поддержки не обойтись. Есть ряд направлений, которые, может быть, не укладываются в формат концепции, но они не носят характер отдельных проектов. Это, например, проекты по поддержке театров, работающих с детьми и муниципальных театров. Это проекты по поддержке сельских домов культуры. Там целый блок в национальном проекте культуры адресован поддержке и развитию работников культуры. По итогам круглого стола была сформирована резолюция. Идеи и предложения в ближайшее время передадут руководству региона. Краевой фестиваль туризма и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья проходит сегодня в Кытмановском районе. На озере Черное они посоревнуются в спортивном туризме, дарцу, волейболу, сидя и поварском мастерстве. В состав каждой команды участницы пойдут по пять человек, причем среди них обязательно должны быть колясочник и женщина. 21 июля пройдет игра «Что, где, когда» – фотоконкурс и конкурс туристской песни. Ласточки вернулись в конце мая текущего года. Мы рассказывали о том, что бурнаульские орнитологи подняли тревогу. Под угрозой исчезновения оказалась единственная в городе колония городских ласточек, расположенная на фасаде речного вокзала. Им угрожали ремонтные работы, начавшиеся тогда в здании. В ходе ремонта фасада рабочие снесли гнезда, вылепленные ласточками из глины. Как нам объяснил тогда орнитолог Алексей Эбель, время для работ выбрано было неудачно для птиц. Именно в это время ласточки сидели на гнездах. Тогда он высказал опасения, что пернатые могут больше не вернуться в город. Но на днях стало известно, что часть птиц все же вернулась на место. На отремонтированном фасаде видны свежие гнезда. Впрочем, часть ласточек, по словам ученого, оказалась хитрее и поменяла привычное место гнездования. Они теперь строят гнезда уже на новом мосту. Причем не только на вот этой стороне, где был речной вокзал, но теперь как бы часть ласточек гнездится и на другой стороне, подальше от этого проблемного места. Алексей Эбель считает, что теперь возможно образование еще нескольких колоний городских ласточек. Впрочем, он продолжает настаивать, что в весенний период гнезда лучше не трогать, давая птицам спокойно вывести потомство. А еще лучше строить на зданиях искусственные домики для птиц, как это уже давно делают в Европе. И о погоде спонсор прогноза погоды компания Эвалар. Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит. Натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит. Фитотерапия от Эвалар. Почувствуйте разницу. Эвалар. Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность. В отдельных районах возможны дожди. В Бийске и Рубцовске до 26, Алейский, Заринский и Славгриде 25. В Барнауле днем возможен дождь, гроза, ветер северо-западный, умеренные до 26 выше нуля. Это все новости к этому часу. Телефон редакции 722 440. Хорошего настроения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин